всем привет меня зовут катя и в этом мастер-классе я покажу вам как связать вот такую кругу и к губку при помощи моточка джута и крючка в следующем мастер-классе мы разберем как вяжется прямоугольная эко губка вот таким красивым узором моточек джута можно купить в магазинах для рукоделия хобби творчества магазины пряжи а также магазины для дома и сада вот такого моточка хватит на очень много эко губок стоимость его в пределах 70 рублей также нам понадобится два крючка я советую брать 2 один крючок 6 миллиметровый и его мы используем для основной вязки почему он такой ну как бы он достаточно большой и 6 миллиметровым крючком можно связать довольно таки рыхлую губку если же вы берете маленький крючок то вязка будет более плотная и такая губка более плотной вязки она будет очень долго сохнуть она может сахнуть два дня или даже три дня поэтому я советую брать крючок побольше и вязать более свободными петлями маленький же крючок нам понадобится для того чтобы прятать хвостики я потом покажу как это делать но если же вы хотите взять один крючок то берите среднего размера примерно 4 4 с половиной 5 миллиметров лучше брать металлический крючок потому что пластиковые ненадежны все рассказала и давайте начнем давайте начинать берем нашу ниточку кладем ее на руку вот таким образом оставляя небольшой запас хвостик и делаем кольцо через два пальца делаем кольцо придерживаем его большим пальцем вот такое колечко получилось небольшое дальше крючок мы вводим в кольцо и вытаскиваем первую петельку и через эту петельку накидываем ниточку на крючок продеваем через петельку получился вот такой столбик это называется столбик без накида и нам таких сейчас нужно сделать 6 то есть что мы делаем крючок опять вводим кольцо вытаскиваем петельку теперь у нас уже их две на крючке через эти две петельки продеваем третью это второй столбик без накида петельки не нужно затягивать очень сильно прям вплотную вокруг крючка то есть вот так вот да вплотную так делать не надо вы потом будет сложнее вязать лучше делать посвободнее три столбика я уже сделала 4 5 и 6 то есть это все можно посмотреть по петелькам да сколько их вот раз два три 4 5 и 6 на крючке сейчас мы берем наш хвостик вот этот и затягиваем кольцо кольцо затянули нам осталось его соединить для этого находим первую петельку нашего первого круга и под нее вводим крючок то есть вот смотрите сфокусирую вот таким образом так подхватываем нашу основную ниточку хвостик оставляем мы его потом спрячем нашу основную ниточку подхватываем и продеваем через петельку получаются две петельки на крючке соединяем их таким образом все наше кольцо соединено и нам нужно пометить вот эту вот петельку нашего последнюю петельку нашего первого круга нужно пометить булавочкой сейчас найду булавочку у себя булавочка скрепочка в общем всем что под рукой попадется в магазинах для рукоделия продается специальный маркер для этих целей вот можно их приобрести но как бы я использую булавочку вот что мы делаем дальше дальше в каждую из шести петелек нам нужно провязать по два столбика без накида для того чтобы наш круг расширялся то есть вот по этой схеме по этой схеме идеального круга мы провязали первые шесть петелек и вот этот значок во втором ряду до называется прибавка в каждой из шести петель мы делаем прибавку и таким образом во втором ряду у нас должно получиться двенадцать петелек первый столбик без накида мы уже провязали и сейчас в эту же в эту же петельку мы провязываем второй столбик без накида два и так до конца круга три четыре пять вообще можно не считать потому что у нас же булавочкой зафиксирована наша последняя петелька вот вот мы довязали до булавочки мы ее снимаем снимаем булавочку и в эту петельку еще провязываем последние два столбика без накида то есть одиннадцатый получается и двенадцатый и вот эту петельку которая на крючке мы ее помечаем булавочкой как последнюю петельку нашего второго круга и переходим на третий круг в третьем кругу мы вяжем по следующему принципу теперь мы делаем прибавку через петельку то есть вот в эту еще делаем прибавку провязываем два столбика В следующую петельку прибавку уже не делаем, провязываем 1 столбик. Потом снова 2 столбика и потом снова 1. И так чередуем до конца круга. Итак, вот эта петелька, в нее мы еще делаем прибавку. Провязываем 1, 2, в следующую делаем 1, потом снова 2, потом снова 1. Ставьте на паузу и встретимся в конце круга. Я провязала полностью весь крок, последнюю петельку я пометила булавочкой, она у меня получилась без прибавки, 1 столбик. Вообще, кстати, если вы сбились, забыли сколько вы делали прибавок, то всегда можете это посмотреть, это видно. То есть вот здесь вот у меня 2 петельки и есть прибавка, вот здесь у меня 1 петелька, нет прибавки и так далее. Значит, мы переходим на четвертый круг и в четвертом кругу уже вяжем по принципу 2 петельки провязываем без прибавки и в третьей делаем прибавку. Заканчивается у меня круг одним столбиком, то есть без прибавки, значит, в следующей я провязываю еще 1 столбик в следующую петельку. И в следующую петельку я уже делаю прибавку, провязываю 2 столбика, 1, 2. Далее снова 2 петельки я провязываю без прибавок, по одному столбику, 1 столбик, 1 столбик и затем делаю прибавку. 2 столбика. Так мы чередуем до конца круга. Вот я довязала до конца круга и если у вас мочалочка загибается, вот так же как у меня, в этом нет ничего страшного, она потом очень легко быстро распрямится. Тем более после того, как мы ее там проутюжим утюгом, она станет вообще очень ровная, очень мягкая. Вот поэтому, если она загибается, даже если она сильно загибается, не пугайтесь, все это потом можно выпрямить. Так, следующий круг у нас какой по счету? 1, 2, 3. Пятый круг и в пятом кругу мы уже делаем прибавку через 3. Снова у меня круг закончился тем, что я провязала столбик без прибавки, значит я делаю еще 2 столбика без прибавок. И в четвертую провязываю прибавку, то есть 3 петельки по одному столбику и в четвертую мы провязываем 2 столбика. Пятый круг я провязала, последнюю петельку пометила булавочкой и сейчас мы еще провяжем 2 круга, то есть всего вот в такой мочалочке у нас 7 кругов. И если вы хотите ее связать побольше, можете добавить кругов, ну или наоборот убавить. Еще хочу сказать, что от того, насколько вы сильно затягиваете петли или насколько слабо их вяжете, от этого зависит размер вашей мочалочки. То есть если бы мы вязали по слабее петельки, то сейчас вот эти 5 рядов у нас были бы вот такого диаметра. Как губку для матья посуды можно вязать ее еще более рыхлой, еще более слабее делать эти петельки. Вот, значит, в 6 кругу мы уже делаем прибавки по тому же принципу через 4 петельки делаем прибавку. А, еще хочу сказать, в чем же принцип вот такой схемы. Есть в интернете схемы круга, где прибавки идут друг на другом вот таким образом. Здесь эти прибавки идут по спирали, да, то каждая следующая прибавка, она делается после прибавки в предыдущем кругу. И именно по такой схеме получается идеальный круг. Если же вы вяжете по схеме, в которой прибавки идут друг на другом, то можно связать вот такой многоугольник с острыми углами, да, то есть тут прибавки вот так друг на другом располагались и получаются острые уголки. Шестой круг я довязала, а в седьмом мы делаем прибавки уже через 5 петелек. Довязали до конца круга, снимаем булавочку, она нам больше не пригодится. И сейчас можно взять крючок меньшего размера, я беру 3 мм крючок для того, чтобы сделать петельку. Последние петельки мы уже затягиваем посильнее, делаем их поплотнее, прям, там можно прижать для того, чтобы они прижались к кругу, чтобы не было вот такой ступеньки, да. Сделаем их поплотнее и начинаем провязывать нашу петельку, делаем ряд из воздушных петель. То есть вот таким образом. То есть получается вот такая косичка. Сколько петелек провязывать, это на ваше усмотрение. То есть вы периодически примеряете, хватит ли вам такой петельки или можно сделать побольше. Я сейчас сделаю еще несколько петелек. То есть старайтесь сделать их на этот раз поплотнее, чтобы получилась вот такая ровная красивая косичка. Вот, я думаю, что мне достаточно, такой петельки мне хватит. И сейчас, не вынимая крючок из последней петельки, мы находим основание нашей косички и вводим туда крючок. Подхватываем ниточку, придеваем через две петли. То есть вот у нас петелька закреплена. Сейчас мы отрежем ниточку, оставив небольшой запас сантиметров 15 и вытаскиваем ее сюда. Вот смотрите, мы петельку нашу закрепили. Но это еще не все, так как нам нужно сделать узелок и спрятать хвостик. У мочалки есть лицевая сторона, вот она и изнаночная. И сейчас мы этот хвостик сначала вытянем на изнаночную сторону. Вводим крючок, подхватываем и вот он у нас на изнанке. Здесь мы первым делом делаем узелок. Находим любую петельку поближе к хвостику, которая понравится. Вводим туда крючок и подхватываем наш хвостик. Немножко вытаскиваем и еще раз, и еще раз. Таким образом у нас сделан узелок. Нам его сейчас нужно затянуть, прижимая его поближе к губке пальцем. Затягиваем. Все, узелок готов. Все, что нам осталось сделать, это спрятать вот эти два хвостика. Для этого мы точно также на изнаночной стороне находим петельки, любые, которые понравятся. И крючком протаскиваем вот таким образом этот хвостик. Мы его туда прячем. Вот таким образом. Можно делать примерно так раз шесть-семь. Этого будет достаточно, и он уже никуда не денется, и он не вылезет, и не будет мешаться. То есть вот первый хвостик я спрятала. Можно его обрезать. Аккуратнее, не отрежьте ничего лишнего, иначе вся губка распустится. Теперь точно таким же образом прячем маленький хвостик центральный. Все, после того, как мы спрятали все хвостики, посмотрите, как получается. Не видно, все аккуратно, ничего нигде не торчит. Нам нужно эту мочалочку проутюжить утюгом под паром на режиме хлопок. Вот эту вот петельку тоже мы кладем как бы в нужной нам конфигурации и тоже проутюживаем. И после проутюжки получается вот такая мочалочка. Она становится намного мягче, то есть джут под паром размягчается, и она становится такой мягкой и рыхлой. Если вы хотите использовать мочалочку для тела, то можно вообще опустить эту джутовую мочалочку в кипящую воду на несколько секунд, и тогда она станет еще более мягкой. А в следующем мастер-классе я вам покажу, как делать прямоугольную мочалочку. Вот такую прямоугольную, и не просто петельками, столбиками без накида, как мы сейчас вязали, а вот таким красивым узором. Это столбики с накидом. Мне он очень нравится, и вяжется он достаточно просто. На этом все. До встречи на следующем мастер-классе. Субтитры сделал DimaTorzok